Девочка-пай 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 Очень многие не научились жить тем, что у них есть, они пытаются жить тем, чего у них нету, думая, что если бы у них появилось то или иное, то чего у них на данный момент нету, то тогда они были бы счастливы. И это заблуждение. Вот Божий план, чтобы мы научились быть счастливыми, живя и радуясь тому, что у нас есть. Слава Господа. Сегодня каждый из нас проснулся, каждый из нас покушал, каждый из нас замерит крышу над головой. Мы сегодня пришли, мы хорошо себя чувствуем, почему бы нам не быть благодарными Богу уже за это. А это разве это мало? Чистый воздух, вода, еда. И он говорит, что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Видите, разные периоды были в жизни Павла, были периоды скудости. И он говорит, я умею жить, даже тогда, когда скудость есть, я счастлив. Так же он говорит, я умею жить и в периоды изобилия. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии, и в обилии, и в недостатке. Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. И так же в послании Тимофею он пишет и дает ему наставление. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот эти «великое приобретение» – это значит «приобретение» – это покупка, что-то приобрести. Если бы у тебя сегодня спросили, какое приобретение сегодня сделало бы тебя счастливым. Кто-то бы сказал, ну, я бы хотел купить дом, я бы хотел купить то-то или другое. Но Слово Божие никогда не ошибается. И Бог, Он знает, Он устроил внутренности человека, Он устроил наши внутренности. На самом деле Бог знает, что тебя сделает счастливым. И Бог не говорит, что «великое приобретение» – приобрести дом. Или «великое приобретение» – купить там лошадь. «Великое приобретение» – во-первых, быть благочестивым. Это быть правильным человеком, жить в правильности. И «довольным». «Великое приобретение» – быть «довольным» или «счастливым». «Довольным» – это такое состояние, когда ты счастлив, и ты удовлетворен, и ты доволен тем, что у тебя есть. Ты никому не завидуешь. Ты не огорчаешься на то, что у тебя чего-то нет. Это «великое приобретение» – научиться нам быть счастливыми в данный момент времени. Не когда-то в будущем и даже не когда-то в прошлом, что мы переживали моменты счастья. Но вот когда в данный период времени, прямо сейчас, если ты можешь сказать «я счастливый», «я сейчас доволенный», «я сегодня доволен», ты имеешь «великое приобретение», если ты доволен сейчас. Потому что нас не может сделать кто-то счастливым, нас не может сделать что-то счастливым, потому что мы иногда думаем, что, ну вот может быть, что-то, если бы у меня поменялось в жизни, если бы что-то я приобрел такое, я бы стал счастливым. Нет. Счастье – это не раз и навсегда. Счастье – это ежедневный труд. Ну, это не бывает такого, что вот я стал счастливым сегодня, теперь я счастливый человек. Нет. Оно не раз и навсегда. Я бы даже так сказал, что в какой-то степени, конечно, мы должны прийти к такому состоянию внутреннему, о котором мы тоже сегодня позже поговорим, которое делает тебя счастливым. Но, по сути, быть счастливым – это выбор. Вот от многих вещей зависит, как ты утром встал, с каким настроением. Это важное настроение. Смотрите, недовольство – это ловушка. Это ловушка для некоторых людей. Дьявол ищет недовольных. Это как почва. Почва хорошая, чтобы дьявол мог туда сеять, когда человек постоянно всем недоволен. Хотя, на самом деле, если сравнить его жизнь с кем-то, хотя нам не надо сравнивать, то он намного лучше живет. Я уже сказал сегодня, еще раз повторю, что у нас сегодня есть крыша над головой. Мы сегодня сыты, мы сегодня одеты. И поверьте, дорогие братья и сестры, как много людей в этом мире не имеют и малой доли того, что мы имеем. Достаточно тебе съездить в какую-то страну третьего мира. Куда-то в Африку или в Латинскую Америку. И когда ты увидишь трущобы, когда ты увидишь, что люди живут в картонных коробках. Когда я приехал на Кубу, я наблюдал прям с окна гостиницы, где мы жили первые дни, на берегу моря, жил один человек в картонной коробке. И в этой гостинице мы жили несколько дней, когда мы приехали туда. И за тем месяц мы были на Кубе. И последние несколько дней мы опять жили в этой гостинице. И этот человек все жил в этой картонной коробке на берегу моря. Я видел и наблюдал, как он прожигал маленький костер и что-то себе там готовит. Я видел людей, которые живут в трущобах, которые живут в развалинах. Они... Там такие веревки, где они сушат белье. И когда ты бываешь в таких местах, ты вдруг начинаешь осознавать, насколько ты счастлив. Когда ты не знаешь, где взять чистую воду, чтобы попить. Потому что та вода, которая течет с крана, она непригодна для питья. Павел говорит, великое приобретение, быть довольным. И нам есть всегда за что благодарить Бога. И счастье определяется, во-первых, в какой-то степени это способностью использовать или распоряжаться тем, что ты имеешь. Вот используя то, что ты имеешь, находить счастье в данный момент времени. Делать себя счастливым. Быть счастливым. И оно, как я уже сказал, не приходит само по себе, а счастье. Ты принимаешь решение. Быть счастливым. И видите, Павел сказал, что на самом деле, он говорит, это силой Духа Святого. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не просто сам по себе, что я могу жить в скудности, в изобилии. Он говорит, я научился всему. Я научился быть довольным всем, что есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому нас не может сделать счастливым кто-то. Мы, конечно, можем ожидать, что кто-то нас будет сделать счастливым, но это неправильно. Никто нас не может сделать счастливым. Мы можем стараться делать кого-то счастливым, но мы не вправе ожидать, что нас будет делать кто-то счастливым. и бог не лицеприятельств он дал каждому возможность мы может быть не видим эти возможности упуская или упускали и по сути каждый из нас в том месте куда мы пришли используя те возможности которые был дал нам или упуская но по вере поэтому невозможно зависеть ставить счастье в зависимость от кого-то или от чего-то мы находим и обнаруживаем то что делает нас счастливым это 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 выбор это выбор и счастье не в том что мы имеем внешне это может быть сложно согласиться бы это реально так счастье это то что мы имеем внутри а это никто не может у тебя украсть никто не может это забрать но это ты можешь вложить внутрь то что это твое сокровище ты определяешь можно иметь внутри всякие так токсичные мысли умонастроение которые тебя не радует но можно поменять и быть счастлива текущего момента кто-то заходит сюда во двор и он груст кто-то заходит и ты просто выходишь из дома из дома да ты радуешься солнцу птичкам травки зимой снежку это реально строение не очень вообще я не выспался это библия говорит великое приобретение быть благочестивым и довольно на всяком месте может быть ты мечтал поехать на море не поехал в этом году ничего есть лес есть озеро аминь бывает знаете ну мы иногда куда-то ездили бывает где-то теплое море где-то холодное море где-то еще куда но по сути ты все равно учишься быть счастливым там где ты ездили никогда не угодить где бы они в автобусе им жарко на улице холодно зимой солнце их слепит зимой снег слепит и постоянно и они все время быстрее по понедельник быстрее бы в пятницу я так устал работать быстрее бы пятница быстрее бы уже рождество о быстрее бы уже новый год прошел новый год и он уже считает до следующего нового до 365 дней быстрее бы прошло я скажу что если мы таким образом мысли мы никогда не будем счастливы если ты сегодня летом быстрее бы уже это лето жара прошла требуйте дожди прошли осень быстрее бы прошла тогда жизнь жизнь состоит из дней и что библия говорит что научиться так исчислять дни наши чтобы нам приобрести сердца мудрость аминь поэтому у тебя есть знаете даже вот утром кофе попить можно с разным настроением да можно просто успешно опять куда-то тягать церковь эти не могли сделать на два часа или на три часа так рано в 11 часов нормальные люди спят в воскресенье в 11 часов а можно сесть на балконе и созерцать восход солнца по крайней мере если там у тебя везде в девятиэтажки или там что-то ну хоть какие-то отблески через окна соседей кому-то вопрос тоже хорошо когда мы прошлом году поехали на море там холодное море это черное море по сравнению с теми которые бывают потеплее моря но тем не менее мы как-то научились я вставал рано занимался спортом до восхода солнца так интересно знаете когда море восход солнца ты наблюдаешь ира еще спала а я уже там был на море купался бегал смотрят солнце восходит фотографировал потом мы там просто украина там такие помидоры таких здесь нет и настоящие помидоры потом чтобы там еще сыр этот козий козе сыр персики такие которые тоже здесь таких нету местные они такие просто нереально не передать словами у вас уже слюна ну ничего держитесь они такие сочные с кислинкой такой да это не магазинные персики мы садились на балкон уже когда я приходил уже солнце немножко это там море было просто ты кушаешь этот сыр помидор и ты счастлив аминь и ты можешь тоже постоянно находить вот эти вот возможности хорошо теперь мы посмотрим место из писания потом добровольцы наши мне помогут давайте мы посмотрим евангелие от матфея 5 глава евангелие от матфея 5 глава кто помнит что там написано то что мы называем заповеди блаженство да блаженство имеет два значения это во первых перевод что благословение благословен блажен это благословен но более точный перевод который мне нравится это счастье блаженство быть блаженным это быть счастливым поэтому заповеди блаженство это заповеди счастье и очень интересно Очень интересно, что эти заповеди, они говорят не о внешних достижениях счастья, а именно о внутреннем состоянии, которое делает человека счастливым. Вот если у нас не будет этого состояния, если мы не достигнем в духе вот этого состояния, о котором говорил Иисус, что бы мы ни приобретали, мы не можем ощутить полноту счастья, если мы не имеем вот внутри вот этого состояния, о котором говорил Иисус. И очень часто эти заповеди, они как бы предупрегаются, мы так читаем их, мы знаем о них, но мы не придаем им сильного значения, потому что мы думаем, ну что, мы стоим в вере, мы молимся, а Иисус говорит о том, как быть нищим духом или миротворцем. Но, тем не менее, это очень важно, это основа христианства. И я прочитаю со второго стиха. И он, отверши уста свои, учил и говоря, блаженны или счастливы, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, или счастливы кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за Меня. Радуйтесь и витилитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Итак, Иисус говорит об определенном состоянии счастья, счастье, которое приходит из определенного внутреннего состояния.